Гомель у гэтая дни прямая пятый международный турнир по футболе сирот студентских команд Кубок Героев Чарнобыля. Гэтая с поборництвы что год проводится в одной из краин, наибольшь потерпелых, ходовары иначе АЭС, и ладится у годовину трагеды. Непосредно с поборництвы турниру проходит с сегодняшнего дня. А напереды дни удельники и организаторы побывали в Брагине, где на урочистом митингу реквему шановали память о хвер Чарнобыля. О 15-й године центральная площадь поселка заполнилась людьми. Яны обступили памятник ликвидатору Василю Игнатенко и монумент отселенным вёском. Брагин – центр одного за наибольшь потерпелых от Чарнобыльской бяды района Угомельщины. После аварии район стратил две трети же хоровы населенных пунктов. Значная частка площадь стала непридатной для життя. Авария НЧС унесла житти и забрала здоровье многих людей, які уступили уняронное супредстояние с катастрофой. У память об них вели на мовчанья, кветки и вянки. Чарнобыльская трагедия настолько огульная, что объедновывая людей наводь с далёких краин. Не обойшлось и без подарунков. От областной федерации футбола и управления спорту местовым подрастающим футболистам уручили комплект мячей, які яны одразу ж поспехово протестировали на практице. Тепер гулять у футбол буде яще приемні. Кубок героев Чернобыля – это именно как такая дань уважения тем людям, которые 29 лет назад отдали и свои жизни, и своё здоровье на ликвидацию этой катастрофы. Ну а спорт – это как продолжение жизни, здоровый образ жизни. А минавито футбол – один из самых массовых и популярных видов спорту. Тому йон и обраны для притягнения уваги до чарнобыльских проблем. На пресс-конференции, присвяченной турниру, присутничали як его организаторы, так и те, кто непосредно был у Чарнобыля у той страшный день. Яны ведаю, те, как это было не по чутках. Чтобы закрыть эту трагедию, люди со всего Советского Союза просились на Чернобыль, шли в эшелоны оказать помощь, уберечь ситуацию. Это памятно исторически. И на этой эпопее, на трагедии, на герои, которые проявили люди в то время, в те дни, мы должны уделять особое внимание и воспитывать нашу молодёжь. Год мы готовились к этому турниру. Готовили приказы, распоряжения, были планы совместные, готовилось положение, готовились объекты для проведения соревнований, питания, проживания. Я думаю, что наши участники соревнований оценят тот большой труд, который вложили организаторы и непосредственные исполнители. Ну а у понеделок стартовали уласно с поборництвы. Удельники команды Гомельского университета имя Франциска Скарыны, держа университета в учебно-науково-вытворчего комплекса «Российского орла», Киевского национального гандлёво-экономичного университета и Техничного университета Молдовы. На протягу трёх дней команды проведут однокруговый турнир. Матчи проводятся на стадионе 8-й спортшколы на улице Сожской у первой полови дня. У стартовом поединку гомельчане разгромили Молдаван з ликом 5-0. Переможца ж усяго турнира вызначится 29-го красавика. Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель».